Девочка-пай Хвала Господу! Аминь! Аллилуйя! Я верю, что вы не будете сегодня разочарованы. Я пришел в такой восторг сегодня от этого. Мне хочется побыстрее снова это услышать. Аминь! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! 15 глава Бытия. Аллилуйя! Вы рады, что пришли сегодня? Я тоже. Давайте посмотрим, где он это сказал. Когда к Аврааму видение пришло слово от Господа, и Бог сказал ему, не бойся, я твой щит и твоя безмерная великая награда, как сказано в оригинале. Итак, на тот момент он ходил в страхе, не так ли? 4 стих. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чересла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь честь их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу. И позже, в такой же ситуации, он поверил ему, и затем спросил, как я могу это узнать? И Бог заключил с ним кровный завет. Но я хочу, чтобы вы заметили здесь, что Бог сделал. Бог вывел его и сказал, посмотри на звезды. Я хочу, чтобы это было у тебя перед глазами. Итак, Бог говорит ему что-то, что он может использовать для себя в качестве профиля. Понимаете? До этого момента у него в действительности не было особого понятия об этом. Бог уже сказал ему, что даст ему наследника. Но он решил для себя, что это будет какой-то Божий ребенок, который родится в его доме. Понимаете? Он решил так для себя, потому что его жена была уже старой, и она никогда, всю свою жизнь, не была способна иметь детей. Она всю свою жизнь была бесплодной. Поэтому Авраам решил, что именно так и должно быть. Так что у него не было никакого настоящего понимания того, что Бог будет делать. Бог вывел его на оружие и сказал, посмотри на все эти звезды. Он сказал, посмотри наверх. Ты смотрел вниз, посмотри наверх. И давайте обратимся к первой главе книги Иисуса Навина. Итак, вот человек, который действительно столкнулся с проблемой. Он был слугой Моисея. Он был его помощником. Он был его праворукой. Он был его служителем. Он был рядом с ним. Если Моисей возлагал на кого-то руки, Моисей поворачивался и говорил, ты возложи на него руки. Я имею в виду, что Иисус Навин настолько близко работал вместе с Моисеем в том помазании. Но Моисей умер. И Иисус Навин вдруг унаследовал два миллиона человек, которые известны тем, что не делают ничего из того, что ты говоришь. Если Моисей почти за сорок лет не смог перевести их туда, что я буду делать, и мне уже восемьдесят. Иисус Навин столкнулся с определенным вызовом. Аминь. Поэтому он должен был иметь силу Божью. На этот счет нет никаких сомнений. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Ордан. Я написал на полях своей Библии. Если хотите, вы тоже можете это сделать. Но я написал там так. Моисей, раб мой, умер. Итак, прядали это. Аминь. Бог не печалился и не горевал. Он знал, где тот находился. Хвала Господу. Господь как-то раз мне сказал, перестань всем говорить, что ты потерял свою маму. Ты знаешь, где она находится. Она знает, где находишься ты. И ни один из вас не потерян. Поэтому не говори так людям. Это была просто очередная привычка, привитая дьяволом. Ну, знаете, я потерял своего отца. Что ж, преодолейте это. Я не знаю, был он спасен или нет. Что ж, не сейчас нужно об этом волноваться. Вам следовало бы сделать что-то насчет этого до того, как он ушел. Вы можете быть честными с самими собой и с Богом. И тогда сила веры начинает направлять вашу жизнь. Вместо того, чтобы печалиться и горевать, вы можете ходить в радости Господа. Неважно. Будьте в этом профиле. Ваше сердце твердо, уповая на Господа, непоколебимо, бесстрашно утверждено. Приходит худая молва, злоизвестие. Приходят трудные времена. Вам нужно много верить. Вам нужно много молиться. Вам нужно много прославлять. Вам нужно много исповедовать Писание. Но вы пройдете через все это. И вы пройдете весь этот путь с развивающимся флагом. Слава Богу. Аминь. Итак, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Теперь посмотрите пятый стих. «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя, не оставлю тебя». Ой, ты сильный, не так ли? «Будь тверд и мужествен». Итак, Он повелел ему иметь мужество. Мы действительно кое-чему здесь научимся. Поэтому держитесь за эти слова. Слово Божие говорит. Петр написал. «Прилагай или добавляй к своей вере добродетель». Слово, переведенное здесь как «добродетель», означает «моральная энергия». Или «добавьте к своей вере героизм». Вот что в действительности означает это слово. Добавьте к своей вере и делайте. Не просто верьте, но делайте все, что для этого требуется. Даже если вам придется быть героем в этом плане. Другими словами, рискуйте и делайте то, что является правильным. Аминь. Итак, Он приказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, чтобы ты мог следить», как написано в одном из переводов Библии, что означает «понимать и делать», чтобы ты мог следить за тем, чтобы поступать согласно всему закону, который Моисей, мой раб, завещал тебе. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы ты мог преуспевать. Все на месте, ничего не сломано. Это то же самое слово. Это то же самое слово. «Куда бы ты ни шел», а Он идет на войну. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Он сказал, «Не начинай говорить что-то еще, но поучайся в ней, или размышляй над ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Или у меня в сноске сказано, «Ты будешь мудро поступать во всех жизненных делах». Если бы у вас было всего 20 долларов, если бы вы знали, как поступать мудро каждое мгновение, каждого дня, вы бы превратили эти 20 долларов во все, что хотите. Бог мог бы сказать вам, что вам делать с этими 20 долларами, но вам определенно придется прислушаться к Нему. И вы не можете этого сделать, если вы не размышляете над Словом Божьим. Если вы не храните постоянно Слово Божие в своем разуме, в своих устах, вы начинаете думать, как этот мир. Если вы начнете пытаться применять их ответы, то скажу вам прямо сейчас. Так вы далеко не уедете. Они сами тому подтверждение. Они ничего не могут сделать, чтобы заставить это работать. Несколько лет назад я видел по телевизору одного из ведущих адвокатов в мире. И этот человек спросил у него. Он спросил, «По-вашему, не слишком ли много у нас законов?» Тот ответил, «Что ж, позвольте мне ответить на это, задав вам вопрос. У нас есть более 50 тысяч законов, чтобы приводить в исполнение 10». Он говорил о 10 заповедях. Он сказал, «Вы скажите мне, если вы считаете, что у нас слишком много законов». Эти 10 вполне бы со всем справились. Но понимаете, если вы не знаете Бога, вы не можете понять, как заставить эти 10 работать. Позвольте мне вам это проиллюстрировать. Хотите, чтобы я вам это проиллюстрировал? Позвольте мне показать вам, почему это не работает для большинства людей и христиан. Это не работает для них так, как должно было бы работать. В книге Второзакония, в одном месте Писания, по сути, всю восьмую главу Моисей учил тех людей прямо перед тем, как он умер, потому что они должны были перейти через Иордан. И он с ними не шел. И он учил их, как себя вести в земле, в которой они будут иметь больше, чем достаточно. Они были в земле, в которой они имели лишь достаточно. И они направлялись в землю, в которой текло молоко и мед. И они должны были сражаться и овладеть ею, потому что дьявол не хотел ее отпускать. И они должны были научиться некоторым вещам. И в одном месте Писания, в книге Второзакония, он использовал слово «завет» и слова «десять заповедей», ссылаясь одним на второе. он использовал их синонимично. В одном и том же стихе я подумал, как заповедь «не делай то-то», и то-то может быть «заветом». Я имею в виду, если бы я подошел к вам и сказал «не выходите через эту дверь». У нас нет «завета». Я имею в виду, почему? Потому что «завет» — это обетование. Уже было дано Аврааму 400 годами раньше. И они это знали. Поэтому, не понимая взаимоотношения «завета», мы не понимали взаимоотношения «заповеди». И у всего западного мира, и у всех западных европейских представлений о религии сложилось такое понимание. У них сложилось такое понимание. «Не делай этого, или я тебя убью». А все совершенно не так. Бог сказал «Не кради. Я восполню твои нужды. Я с тобой в завете. Не иди и не кради». С чего начал 10 заповедей? «Да не будет у тебя какого-либо другого Бога, кроме меня». Если вы идете и крадете, чтобы восполнить свои нужды, вы стали сами себе Богом. «Вы забыли обо мне и стали сами себе Богом. Вы забыли о том, кто с вами состоит в завете, и попытались сами восполнить свои нужды». Он сказал «Не делайте это, потому что если вы это делаете, вы выходите из этого завета». «Вы выходите туда, где есть это проклятие, где есть дьявол, он убьет вас». Еще он сказал «Не желай жены другого человека, я дам тебе еще более красивую, чем она. Не гоняйся и не бегай за кем-то еще». И у него была история этого, не так ли? Вы можете почитать о том, как он приводил красивых жен прекрасным мужчинам. Но это было благодаря завету, который у них был. Он сказал «Что бы вы ни делали, не убивайте, не делайте это. Мне отмечение, говорит Господь, я вас дам. Я ваш отец по завету. Я ваш брат по завету. Принесите это мне. И затем забудьте об этом». Я знаю, почему вы не принесли это ему. Потому что вам хочется из-за этого какой-то плоти. Вы знаете, что он не причинит им боли. Вы хотите их убить. А он хочет их спасти. Аминь. Да, ну таков он. Теперь вы понимаете, что было у него на сердце, когда он это сказал. Иисус был таким же. Он проповедовал о помазании. Текло помазание, и затем он поворачивался и говорил «Теперь любите своего брата. Помазание работает в вас. Оно работает над вами. Я проповедую его. Вы верите в него. Вы исцелились. И теперь, уйдя, не начинайте ненавидеть своего брата. Уйдя, не грешите. Держитесь подальше от этого греха и оставайте здоровыми». То же самое отношение, понимаете? Если вы видели одного из них, вы видели другого. Итак, Иисус Навин знал это. Он знал, что он был в завете с Богом. «Вот я повельваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись». Посмотрите, Бог сказал это три раза практически в таком же количестве стихов. Он продолжал говорить ему «Быть мужественным, быть мужественным, быть твердым, быть мужественным, быть твердым». Почему он повторял это снова и снова? «Потому что Иисус Навин собирался встретиться с врагом? Нет, в действительности нет». Он говорил ему это потому, что для того, чтобы пребывать в Слове Божьем день и ночь, вам придется принять решение быть твердыми. Вы без особых усилий одерживаете небольшие победы и становитесь ленивыми. И вы начинаете думать, как этот мир. Но в конце концов, знаете, мы здесь, могущественная армия, в конце концов, знаете, Бог и так далее. И вы начинаете отпадать. И апостол Павел предостерегал нас, чтобы мы не отпадали, если это обетование ускользает. И вы втягиваете себя в проблемы. Поэтому он повторял ему снова и снова, до тех пор, пока до него не дошло. «Прими сейчас решение быть мужественным и очень твердым». Итак, он принял решение быть мужественным и очень твердым. Но он мог быть мужественным и очень твердым, только если он будет размышлять над Словом Божьим день и ночь. Поэтому в своем послушании он принял это решение. Возможно, он не думал, что сможет это сделать. Но для того, чтобы быть послушным, он принял его. И вот что происходит, когда вы начинаете размышлять над этим Словом. Слово Божье содержит в себе силу «исполни само себя». Говорю вам, откройте книгу притчи, притчи 4 глава. Это закон принятия. Закон принятия. Точка. Именно так вы принимаете от Бога. Именно так вы принимаете от этого мира. И что бы у вас ни было сегодня в вашем доме, нравится вам это или нет, вы получили это таким образом. Я скажу вам еще кое-что. Удалите из своего лексикона слово «везение». Избавьтесь от него. Вы можете проследить, что оно берет свое начало от слова «люцифер». Вам этого не нужно. Я не везучий, я благословленный. Я выгляжу везучим для этого мира, потому что они не знают, как управлять этой системой. Но я благословлен. Вы понимаете? Поэтому удалите это слово «везение» из своего лексикона прямо сейчас. Примите решение. Я буду запрещать и каяться каждый раз, когда буду слышать себя говорящим это. Итак, вот как вы это принимаете. Четвертая глава притчи, посмотрите, 20 стих. «Сын мой, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо твое». Именно это вы и делаете, когда размышляете над словом. Вы думаете о нем. Давайте возьмем, к примеру, 111-й псалом. Это профиль, о котором мы говорим. И вы начинаете читать это. И вы начинаете смотреть на это. И вы начинаете размышлять над этим. И вы думаете об этом. И вы просто перечитываете это себе. И затем вы думаете, «Как это теперь меняет мою жизнь? Теперь, когда я непоколебим. Теперь, когда я уповаю на Господа день и ночь. И мое сердце утверждено, что мне теперь делать? Что мне теперь делать? Кто-то подходит и говорит вам что-то». Вы ловите себя на том, что судите о сказанном имя в свете этого псалма, о котором вы все это время думали. И вы начинаете рисовать для своего духа профиль себя, здорового и исцеленного, и ходящего в божественном здоровье, слава Богу. Вы начинаете рисовать для себя этот профиль, обращаясь ко всем местам писания об исцелении, просматривая их. И вы начинаете исповедовать их. Вы начинаете размышлять над ними. И затем, вместо того, чтобы думать, «Ну, интересно, что я буду делать, когда я исцелюсь?» Нет, вы начинаете размышлять, «Что я буду делать теперь, когда я исцелен?» Хвала Господу. И, возможно, ваше тело болит еще больше, чем когда-либо раньше. Но вы вкладываете что-то в свой дух, потому что исцеление приходит из вашего духа в ваше тело, не из вашего тела в ваш дух, понимаете? И по мере того, как вы начинаете размышлять над этим, посмотрите на это. Он сказал, «Крича моим, преклони ухо твое». Это означает, что когда Слово Божие говорит, «Ранами его вы исцелились», вы не говорите, «Ну, хотелось бы быть исцеленным, но у меня есть большая язва». Что бы ни говорило твое слово, я принимаю это, Господь. И прочитайте дальше. «Да не отходят они, мои слова, мои речи, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Иисус сказал, «Того, кто слышит мои слова и исполняет их, я уподоблю мудрому человеку». Он не сказал, что тот был мудрым человеком, он сказал, что тот поступил как мудрый человек. Что ж, если вы поступаете как мудрый человек, вы получаете награду мудрого человека. Но он также сказал, «Тот, кто слышит мои слова и не исполняет их, является глупцом. Я уподоблю его глупому». Иисус не сказал, что тот действительно был глупым. Что ж, он глупый, если он слышит твои слова и не исполняет их. Он глупый, если он знал, кем был Иисус. И здесь говорится то же самое. Здесь говорится в точности то, что Бог сказал Иисусу Навину. «Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники, или силы жизни. Ваши жизненные силы там. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои донаправлены будут прямо перед тобой. Обдумайся изю для ноги твоей, и все пути твои добудут тверды». Это в точности то же самое. Размышляй над моим словом день и ночь, и ты будешь способен видеть, ты будешь знать, что делать, ты будешь мудро поступать во всех жизненных делах. Если ты примешь мужество и силу, и примешь решение, я буду делать то, что Слово Божие говорит делать, даже если всем остальным это не нравится. Я буду говорить это и делать это, нравится им это или нет. Потому что здесь на карту поставлена моя жизнь. Итак, вы размышляете над Словом Божьим, вы размышляете над этим Словом, вы размышляете над этим, над силой в этом профиле, силой в этом слове, силой в этой картине, которую представляет это Слово, и продолжает говорить вам и обращаться к вам. Вы держите его у себя перед глазами, вы вкладываете его в свои уши, вы вкладываете его в свои уста, И каждый раз, когда вы его говорите, вы слышите его своими ушами, и оно проходит этот круг. Оно входит в ваши глаза, в ваши уши, выходит из ваших уст. Входит в ваши глаза, в ваши уши, и теперь оно опускается в ваше сердце. Оно опускается в ваше сердце. Эта картина, этот профиль отпечатается в вашем духе. Это называется божественной надеждой. Сильным ожиданием что-то происходит. У вас не хватает слов, чтобы это объяснить. Одну минуту вы еще работаете над этим, а следующую минуту у вас уже это есть. Что-то просто щелкает, раз, и опускается туда. И вы приходите к этому. Джон тогда был еще маленьким, и мы верили Богу об автомобиле-универсале. И все дети исповедовали этот автомобиль-универсал. И мы нашли все обетования, мы посеяли семя. И нам нужен был автомобиль-универсал. Мы уже достаточное время были в служении, чтобы накопить какие-то вещи. Они уже не умещались в обычной машине. Поэтому нам нужен был автомобиль-универсал. Это та машина, на которой возил нас Джерри Савейл, слава Богу. И мы помолились о ней, прошло какое-то время. Но чем больше вы в это верите, и чем больше вы благодарите за это Бога, чем больше вы прославляете, вы поливаете этот образ, и вы размышляете, размышляете, размышляете над этим. Кто-то скажет, я помолился, но я ничего не получил. Что ж, хотите, чтобы я с вами согласился? Вы оказываетесь в некотором затруднительном положении. Библия говорит, подобно Аврааму, который стоял, не поколебался, но стоял до тех пор, пока не получил обещанное. Понимаете? Он делал то же самое. Что он делал? Он выходил и смотрел на звезды. У него не было этой могущественной книги. Этого задокументированного доказательства того, кем вы являетесь. У него этого не было. Ему приходилось выходить на улицу и смотреть на звезды. У Иисуса Навина было всего пять книг этой книги. У нас есть все, что Бог сказал Иисусу Навину, Исаии и всем остальным, плюс Иисусу. О, аминь. Вы продолжаете и продолжаете. Вы храните свое сердце сосредоточенным на этом. Откройте очень быстро книгу пророка Исаия. Мы ехали тогда на машине. Джон был еще маленьким. 26 глава книги Исаия. Я работаю над чем-то. Хорошо, мы доберемся и до этого. Третий стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном... Все на месте, ничего не сломано, преуспевание... В совершенном мире... То же самое слово. Того, чьи мысли сосредоточены на тебе, ты хранишь в совершенном мире. Ибо на тебя уповает Он. Когда ваши мысли сосредоточены на Боге, и вы отказываетесь мыслить всеми этими мыслями неверия, вы отказываетесь говорить все эти слова, даже когда вам не хочется, когда вы предпочтете устать и лучше посмотреть по телевизору одну из этих глупых комедий... Боже мой. Именно для этого все эти вещи предназначены. Они украдут из вашего духа все, что у вас там есть. Поэтому просто держитесь этого. Вы сеете это семя. Это еще не конец. Когда вы сеете это семя, вы просто лишь посеяли. Это все, что вы сделали. Вы сеете это семя. И вы начинаете исповедовать Слово Божье. Я тот, кто пожинает. Я не просто сеятель. Я тот, кто пожинает. Слава Богу, я пожинаю из этой мирской системы. Слава Богу, на моем счете больше, чем достаточно, чтобы позаботиться обо всем, в чем я нуждаюсь. Слава Богу, я пожинаю это из этой мирской системы. У меня будет машина, которая мне нужна. У меня будет дом, который мне нужен. Все мои нужды будут восполнены. Слава Богу, они уже восполнены по его богатству в славе. И я пожинаю это оттуда. Говорите об этом постоянно. Давайте вернемся к девятой главе книги Бытия. Я устремлюсь сейчас за этим. Слава Богу. Не закрывайте это место и откройте книгу Откровения, потому что я хочу отсюда перейти прямо туда. Откройте четвертую главу книги Откровения. Хорошо. И затем давайте обратимся к девятой главе Ионы. И мы прочитаем. Некоторые из вас так серьезно на меня посмотрели, этот бедный парень. Давайте посмотрим тринадцатый стих. Бытие 9.13 «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мной и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню, я буду смотреть на нее, чтобы мне помнить. Завет вечный между Богом и между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. «И сказал Бог Ною, вот знамение завета». Это знамение этого завета. Это что-то, на что я смотрю и помню. Знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Он сказал Аврааму выходить на улицу и смотреть на звезды. Он сказал Иисусу Навину размышлять над Его словом день и ночь. Он говорит о том, чтобы запечатлевать Его слово, Его обетование, Его завет, и делать это, смотря на это знамение, смотря на Него, смотря на Него, смотря на Него. Бог это сказал. Бог сказал, «Припомните Мне». Итак, вы открыли книгу Откровения. Откройте ее сейчас быстро. Откровение 4.3. «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису». Это в тронном зале Бога. Давайте начнем читать чуть раньше. Первый стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверстла на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису. И радуга вокруг престола видом подобная Смарагду». «У Бога у самого есть знамение, символ этого завета и обетования, которое Он дал человеку на земле, что Он никогда больше снова не погубит эту землю водою. И Он поместил эту радугу вокруг престола, и куда бы Он ни смотрел, Он видит только это обетование». Итак, 54-е, глава книги пророка Исаии. «Если Бог это делает, если Бог должен размышлять над этим, если Бог это делает, это означает, что именно так работает эта система. Это Божье. Вы сотворены по подобию Божьему. Именно так, Он настолько сильный, и вы можете делать то же самое». 54-я глава Исаия. Вся эта глава. Фактически, 52-я, 53-я, 54-я и 55-я главы — это все одна продолжающаяся тема. И это профиль, который дал Бог до того, как Иисус пришел на землю. Это был профиль Духа Святого. В 53-й главе профиль Духа Святого относительно Иисуса, идущего на крест. И затем Он тут же подключается. Иисус в последних нескольких стихах 53-й главы. Давайте откроем ее. 53-я глава Исаия, 10-й стих. «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство, или Его семя». Он смотрел на вас. Он узрит потомство долговечное. Именно тогда-то Он и воскресил Иисуса из мертвых. Он продлил Его дни, потому что Он увидел тело Христова. Хорошо, итак. «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу». Говоря об Иисусе, делящем то, что принадлежит Ему. Он разделит свою добычу. Слава Богу. А теперь перейдем в 54 главу. «Возвеселись, неплодное, нерождающее. Воскликни и возгласи немучившиеся родами». И так далее. И в этой 54 главе Он обращается к телу Христову. Иисус воскрес из мертвых. Он сидит по правой руку. И сейчас Он делит часть Своей добычи. Он забрал назад все это у дьявола. Он забрал назад Эдемский сад. Слава Богу. Он принадлежит Иисусу. И сейчас пришло время Ему вернуться в правильные руки. Хвала Господу. Аминь. И так Он начинает говорить и давать обетование. Он начинает давать свадебные обещания церкви. Он начинает обращаться к ней как к жене. И Он говорит в крови Иисуса. «Войди в этот завет со мной». Перейдите к 4 стиху 54 главы. «Не бойся, ибо не будешь постыжен, и не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности Твоей, и не будешь более вспоминать обеславие вдовства Твоего. Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. «На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью воспряму Тебя». И этим малым временем было то время, когда Иисус был в аду, платя цену за все это. О, Господь Бог! «В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо Мое на время, в жару гнева я сокрыл от Тебя лицо Мое на время, но вечной милостью помилую Тебя», говорит Искупитель Твой Господь. «Должно быть, это обращено к вам. Вы искупленные, не так ли? Вы семья Аврамова. Вы мужчина Завета. Вы женщина Завета. «Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся, так я поклялся, так я заключил завет в крови Иисуса, не гневаться на Тебя и не укорять Тебя». И люди, христиане, встают и говорят, «Ну, это торнадо прошлой ночью было гневом Божьим, которое пронеслось. Укоряй нас, Бог укоряет нас». Но спросите у тех же самых людей, наведет ли Бог на землю потоп, разрушив все? О нет, Он пообещал, что больше этого не сделает. А как тогда насчет обещанного им здесь? Сказано, что это для Него как воды Ноя. Посмотрите, что Он сказал. «Так поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от Тебя. И завет мира Моего...» Все на месте, ничего не сломано, целостность. «Завет мира Моего не поколеблется», говорит «Милующий Тебя Господь». Каждый раз, когда Он видит эту радугу, каждый раз, когда Он видит эту радугу, «О, — говорит Он, — «Я пообещал им!» Мы пока еще не совсем там. Пока еще не совсем там. О, Иисус, не делайте этого. Когда вы это делаете, вы накрываете Меня с головой. Аллилуйя, да. Вы можете продолжать это делать. Потому что я сейчас крепко держусь. Я мог бы сейчас без самолета пролететь полпути до Форт-Ворта. Говорю вам. Давайте вернемся к посланию к евреям. Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя. Шестая глава. Слава Богу! Тринадцатый стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя, и так Авраам, долготерпев, получил обещанное». Видите, что он делал? Он терпел. Это обетование было в его сердце и в его мыслях, в его устах, в его ушах, в его сердце, в его сердце и в его устах, и в его ушах, и у него перед глазами. Он просто держался его и терпел. И держался его, и держался его до тех пор, пока оно не проявилось. Что он делал? То же самое, что Бог сделал в отношении этой радуге. То же самое, что Бог сказал, когда он сказал размышлять над ним день и ночь. То же самое, что он сказал Аврааму. Он сказал, «Выходи на улицу и смотри на звезды». Разве вы не знаете, что каждый раз, когда Авраам выходил на улицу и смотрел на звезды, он несколько подхихикивал и говорил, «Да, это то, что он сказал, не так ли?» «Да, аминь». И Библия говорит, что «Он не поколебался в обетованиях Божьих и не помышлял, что тело его уже омертвело, он не помышлял, что тело его уже омертвело и утробы сариного омертвения. Он посмотрел на нее и сказал, «Пожилая женщина, ты не принимаешься в расчет». Пожилой человек, ты не принимаешься в расчет. Принимается в расчет только то, что сказал Бог, всемогущий. И мне не важно, как все выглядит. Я не движим тем, что я вижу. Я не движим тем, что я слышу. Я движим тем, во что я верю. Я верю Богу. Я верю Богу. О, мы уже практически там. 16 стих. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Это конец спора. «Посему и Бог...» Мы вернулись к Богу. «Посему и Бог...» Почему Он поместил эту радугу вокруг престола? Он поместил ее там, чтобы смотреть на нее каждое мгновение, каждого дня и ночи. И она будет там веками. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, наследникам обетования это мне. Если Он показывает, то я смотрю. Я смотрю. Он дал Ною эту радугу. Бог, желая, пусть это опустится внутрь вас, преимущественнее показать наследникам обетования, непреложность или неизменность своей воли, употребил впосредство клятву. Вы держите эту клятву сейчас в своих руках. дабы в двух непреложных или неизменных вещах крови и хлебе, теле Иисуса, посредством которых этот завет прав. Иисус сказал, «Это Новый Завет в Моей крови, пейте ее. Это Мое тело, ломимое за вас. Ешьте его». И каждый раз, когда вы будете это делать, делайте это в Мое воспоминание. делайте это в воспоминании. Мы добираемся туда, в которых невозможно Богу солгать. твердое утешение или твердую внутреннюю силу имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Взяться, ухватиться за этот профиль, ухватиться за эту картину, нарисованную обетованиями крови Иисуса в этой кровной клятве, в которой обитал Бог, которую вдохнул Бог, в которой Бог умер за нас. в этом документе, который подтверждает, что вы должны преуспевать и должны здравствовать, быть в хорошем здоровье, которое для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Когда вы будете размышлять над этим 111-м псалмом день и ночь, он непременно исполнится. Никакой дьявол в аду не является достаточно большим, чтобы остановить это. Он не остановит это. Итак, мы там, которое для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. За завесу. Этот профиль вас там. он в этом святом святых. Он стоит там перед Богом прямо под радугой. Да. Помоги мне, Иисус. Иисус. Это не просто голографический образ. Это не профиль Иисуса. Это профиль, над которым постоянно думает и размышляет Бог Всемогущий до тех пор, пока он не проявится. Он думал над ним четыре тысячи лет, пока он не вывел это тело из утробы Девы. Он размышлял над ним, он смотрел на него, и он вспоминал свой завет, и он возгревал свою веру, и он верил, и он использовал, и он приводил его в действие, аллилуйя, куда предтечу из-за нас вошел Иисус. У Бога больше нет образа Искупителя. Нет, у него есть Сам Искупитель. Каждый раз, когда он смотрит, он всегда ходатайствует за нас. Ему не нужно ничего говорить. Все, что ему нужно сделать, это просто улыбнуться. Каждый раз, когда он его видит, он думает о вас. Каждый раз, когда он его видит, он думает о крови Иисуса. Каждый раз, когда он его видит, он смеется вместо того, чтобы плакать. Каждый раз, когда он его видит, каждое обещанное им слово, каждое обещанное им слово, все, что, как он сказал, исполнится, всплывает у него перед глазами. Каждый раз, когда он видит Иисуса, он говорит, сатана, ты побежден. Я молился, я размышлял часами, я молился. Я сказал, о Бог. И в тот момент я также нуждался в исцелении в моем теле. Я ходил по комнате, я сказал, о Бог, Отец, во имя Иисуса. Я вижу Иисуса. Я вижу, как Он проходит мимо женщины, страдавшей кровотечением. Она увидела это. Она услышала то послание, которое Он проповедовал о помазании. Она говорила, если я только прикоснусь к краю Его одежды, я получу это. Я получу это. Я дочь Авраама. Я должна быть здорова. Она не сказала, исцелена. Она сказала, я буду сделана целостной. Я сказал, Бог, я вижу Иисуса. Я был практически изнурен. Я был готов упасть на колени. Я сказал, я тянусь к краю Его одежды. Дух Святой сказал, поднимись на свои ноги. Я выпрямился. Он сказал, ухватись за образ Божий в моем слове тебя, облаченного в эту одежду. Я дал тебе мое помазание. Я дал тебе мое имя. Я дал тебе мою кровь. Я дал тебе мое тело. Я дал тебе все, что у меня есть. Я дал тебе мой дух. Я дал тебе мое всеоружие. Я дал тебе мои небеса. И когда я выпрямился, я сказал, я меняю свой взгляд. Я меняю свой взгляд. Я принимаю это помазание, чтобы идти и исцелять других. И прямо тогда я получил свое собственное исцеление. Итак, у Авраама были звезды. У Ноя была радуга. У нас есть Иисус. Именно поэтому Он и сказал. Именно поэтому Он и сказал. Именно поэтому Он и сказал, если вы видели Меня, вы видели Отца. Аллилуйя! Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божья. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помышляйте о Нем. Обратитесь к Его Слову. Обратитесь к Его Жизни. Обратитесь к Его Крови. Обратитесь к Его Слову. Обратитесь к Его Слову. Обратитесь к Его Слову. Обратитесь к Его Слову. Аллилуйя! Что произошло? Этот профиль пришел. Он пришел. И Бог возвращает назад то, что принадлежит Ему. Если вы обратитесь к этому профилю, будете размышлять над Ним, вы сможете ходить в Божественной жизни. Отец, мы молимся сегодня во имя Иисуса, приступая к Твоему Слову. Мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, что это Слово Живого Бога. О, так потрясающе иметь возможность прикасаться к Нему, держать Его в своих руках. Откровение с Небес. Слова, которые приносят на землю Небеса. И мы прославляем и благодарим Тебя за это. Но еще у нас есть это чувство принадлежности, потому что Ты послал Своё Слово и исцелил нас, и спас нас, и избавил нас, и наполнил нас, и составил для нас план Своего славного будущего. Вот Он здесь, в наших руках. Что за время? И мы прославляем и благодарим Тебя за это. Отец, я молюсь о том, чтобы каждого человека в этом здании сегодня коснулось силы живого Бога. Я молюсь об этом во имя Иисуса, и я благодаря этому имени верю, что получаю это. И я в полной мере ожидаю результатов силой Духа Святого. Во имя Иисуса. Аминь. Прежде чем вы сядете, повернитесь и пожмите руку двум-трем людям, улыбнитесь так широко, как вы только можете, и скажите кому-то, что вы любите их в Господе. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Господь. О, Господь. Деяние, 26 глава. Хорошо. Начиная с 13 стиха, апостол Павел свидетельствует перед некоторыми политиками. Он сказал, «Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осеявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю. И я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» Заметьте, Иисус там не сказал, «Что ты гонишь мой народ? Что ты гонишь христиан?» Он сказал, «Что ты гонишь меня?» Он принимает крайне лично все, что выступает против вас. Каждую ситуацию, каждую проблему, от незначительной до самой большой. Он принимает ее очень лично. И он вовлечен в нее, аллилуйя. И нам с вами нужно научиться, как принимать от его присутствия. «Трудно тебе идти против рожна», сказал Иисус. И я сказал, «Кто ты, Господи?» Самая коротко известная молитва покаяния. «Господи!» Итак, обратите внимание, обратите на это внимание. Это настолько сильное. Это возгревает. Я имею в виду, что это заправляет мой насос. Я действительно нуждался в том, что я собираюсь вам сейчас сказать. Хорошо? В тот момент, когда Саввл, Тарсянин, убийца, агитатор, религиозный фанатик и глупец, уничтожитель церкви, гонитель церкви, главнейший из всех грешников по его собственному признанию, в тот момент, когда он сказал, «Господи!» После этого Иисус никогда больше не говорил с ним о его грехе. Разве это не здорово? Иисус не сказал, «Так, пока не начинай называть меня Господом, ты глупец. Сядь сейчас. Я тебя немного приструню». Нет, нет. В действительности Иисус остановил его не для того, чтобы привести его к спасению. Иисус остановил его в тот день на той дороге, чтобы остановить гонение, направленное против самого Иисуса, против его народа, против того, что он делал. И у Павла была возможность измениться или умереть, потому что в тот день этому был положен конец. И у него хватило ума сказать, «Господи!» Да. Некоторым из вас нужно сделать то же самое прямо сегодня. Аминь. Итак, заметьте, что он сказал. Он спросил, «Кто ты?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе». Если вы собираетесь конспектировать, прямо здесь и начинайте. Если у вас есть карандаш и бумага, я советую вам конспектировать. Делайте пометки у себя в Библии там, где вы можете это сделать. Это очень важные вещи. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Его цель никогда не изменяется и никогда не изменится. Итак, «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем». Если вы нумеруете, то пусть это будет номером один. «Того, что ты видел, и что я открою тебе». Хорошо. Это номер два. «Избавляй тебя от народа иудейского и от язычников, или народов, которым я теперь посылаю тебя». «Язычники» означает просто... Это слово можно перевести как «язычники», а также можно перевести как «народы», указывая на людей, которые не знают Бога. Или более точно, людей, у которых нет с Богом взаимоотношений завета. И мы с вами здесь в конце могли написать в скобках «нас». Потому что, что касается израильского народа или того, чтобы быть рожденным по плоти от Авраама, то в таком случае мы бы считались язычниками. Но мы больше не язычники. Прочитайте послание к Ефесянам. И там говорится, помните, в прошлые времена вы были язычниками без Христа. Чужды заветов обетования были без надежды и без Бога в этом мире. Но теперь во Христе вы больше не язычники. Аллилуйя. Разве это не здорово? Я не язычник. Фактически, Библия говорит, что если вы принадлежите Христу, Галатам 3, 29, «Если вы принадлежите Христу или принадлежите Иисусу, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Аллилуйя. Восьмая глава послания к римлянам говорит, что мы со-наследники с ним. Я забегаю вперед и пытаюсь продолжать оттуда, на чем остановился сегодня утром в церкви. Позвольте мне вернуться назад. Итак, давайте. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Хорошо, и вот следующее. На каком мы остановились? На третьем. «Открыть глаза им». Четвертое. «Чтобы они обратились от тьмы к свету». Пятое. «И обратились от власти сатаны к Богу». К власти Бога. Аллилуйя. Прочитайте первую главу послания к Колоссянам, особенно 12-й и 13-й стихи. Там говорится, «Благодаря Бога, избавившего» в прошедшее время, «избавившего нас» «избавившего нас» «избавившего нас» «избавившего нас» «от власти тьмы». Это произойдет не тогда, когда вы умрете и пойдете на небо. Это уже произошло, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни. Фактически, это произошло, когда Иисус воскрес из мертвых, и вы приняли это. «Избавившего нас» «от власти тьмы» «избавившего» или же «переведшего нас». Вы знаете, что означает слово «перевести»? Все те из вас, кто владеет двумя языками, это знают. Когда я только начал, когда я пытался учить испанский язык, мой инструктор говорил, «Канет, перестаньте пытаться переводить, вы занимаетесь всего второй день». Потому что каждое испанское слово, которое я слышал в своем разуме, я пытался перевести его на английский, понимаете, вместо того, чтобы стараться думать по-испански. И вот я пытаюсь одновременно использовать два языка. Один из них я не знаю, а второй я знаю не очень хорошо. Слово «перевести» «взять из одного и поместить в другое». «Иведшего», «переведшего нас в царство возлюбленного сына своего». Вы становитесь чадом Божьим не тогда, когда умираете и идете на небо. Если, когда вы умираете, вы не являетесь чадом Божьим, то вы не пойдете на небо. Вы меня слышали? Все, что есть у небес, все, чем является небеса, все, чем владеет небеса, принадлежит вам. Каждое право, каждая привилегия. Все, что приобрел Иисус, принадлежит вам. Посмотрите на остальную часть этого. От власти сатаны к власти Бога. «И», это относится к нам, «И, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий, наследство с освященными». Аллилуйя. И посмотрите на эту часть. «Верою в меня». Если вы придерживаетесь истинного толкования Библии, и чем больше вы изучаете, и чем больше вы читаете, вы увидите, что это заявление является заявлением, которое имеет два значения. В нем заложены две истины. «Верою в меня». Во-первых, это означает, что это для каждого, кто имеет веру в него. «Каждый, кто имеет веру в Иисуса, имеет право получить прощение грехов, так, чтобы они были полностью уничтожены». Именно это тогда произошло с Савлом Тарсянином. Именно это тогда и произошло на той дороге. Он прямо там уничтожил этот грех и больше никогда ему снова о нем не вспоминал. Это также означает верой, верой, которая пребывает внутри Него. Разве Иисус не является начальником и совершителем нашей веры? Поэтому единственная вера, которая у вас есть, принадлежит Иисусу. У вас есть та же самая вера, которая была в апостоле Павле. У вас есть та же самая вера, которая была в апостоле Петре. У вас есть та же самая вера, которая есть в докторе Джона Хегги. У вас есть та же самая вера, которая есть в Оррел и Робертсе. Слава Богу. У вас есть та же самая вера, потому что вы можете получить ее только в одном месте. В нас есть вера Иисуса. Да, брат Коплант, я знаю, но мне просто досталось ее совсем немного. В большинстве случаев моя вера не работает. Знаете, из-за проклятия, которое пришло на эту землю посредством греха Адама и партнерства Адама и Сатаны, когда Сатана забрал власть Адама, и Адам лишился славы Божьей, которой он был увенчан, могут быть врожденные дефекты в плоти, дефекты в разуме, дефекты воли, в эмоциях, разного рода дефекты, но в духе нет врожденных дефектов. Вы не родились свыше с какой-то ущербной верой. Внутри вас есть все плоды духа, все дары духа. Каждая рожденная свыше чада Божья имеет внутри себя веру миллионера, а не ходит, как кучка бедняков. У вас достаточно веры, чтобы спасти Китай и исцелить Россию. Вам пора пробудиться. Аллилуйя. Слава Богу. Это возгревает меня. Вы это знаете. Аминь. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Так когда вы начнете поступать соответствующим образом? Посмотрите сейчас на это. Верую в меня получили жребий, наследство с освященными. Позвольте мне сделать для вас это утверждение. Вы можете записать это. Цель Иисуса. Его цель для нас это получать. Принимать. Разве вы не помните, что говорится во втором Коринфянам 5.17? Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога. И затем он говорит, я прошу вас, братья, я умоляю вас, если это как-то поможет. Я прошу вас, примиритесь с Богом, который во Христе Иисусе уже примирил нас с собой. Это не Бог примиряет вас. Это вы примиряетесь с Богом. Он уже принял для себя решение. Библия говорит в первой главе послания к Ефесянам, что мы были представлены в нем еще до основания мира. Я действительно верю. Это просто работало во мне. Я сегодня утром говорил об этом с пастором. Практически. С кем бы я ни разговаривал, я завожу об этом разговор. Это работало внутри меня целый год. И сам принцип я знал уже 30 лет. Но последний год, Боже мой, мы обвиняли Бога в своей неспособности принимать. Ну, я просто не понимаю, почему в этот раз Бог меня не исцелил. Понимаете, пастор? Когда я только-только принял спасение, вы молились за меня, и я исцелялся. Кто-то молился за меня, и я исцелялся. А теперь такое впечатление, что кто бы за меня не молился, я не исцеляюсь. А вам в голову никогда не приходило, что, может быть, вам пора начать молиться, вместо того, чтобы кто-то постоянно молился за вас. Ну, я просто не понимаю, почему. Просто странная вещь. Раньше мама постоянно меня кормила, и она укрывала меня вечером одеялом. Раньше мне, моего папу, даже не нужно было ни о чем просить. Я не понимаю, в чем сейчас дело. Такое впечатление, что теперь все по-другому. А сколько вам лет? 38. По-прежнему лежите в кровати, ожидая, когда мама вас покормит? Принятие. Понимаете, мы говорили, «Бог не благословил меня так, как Он благословил кого-то другого». Бог не сделал это. Слово Божие говорит там. Откройте. Некоторые из вас смотрят на меня, как собака на новую миску. Вы не знаете, есть это или нет. Открывайте и съедайте это. 2 Коринфянам 5 глава. Одно из наиболее потрясающих заявлений во всей Библии. Фактически, вы должны иметь определенную смелость веры, прежде чем вы по-настоящему в это поверите. Итак, 17 стих. «Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир. И посмотрите на это. «Не вменяя». Это слово «вменять» означает «держать против». Не держа против людей их преступления. И дал нам слово примирения. Только один грех удержит вас от Царства Божьего, а именно отвержение Иисуса. И отвергать Его – это грех. Итак, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Его цель – это чтобы мы получили. Получили прощение, получили наследство, которое Он приобрел, из-за которое заплатил Своим телом, Своей кровью, Своим именем и Своим словом. Слава Богу! Ваше тело не принадлежит вам. Вы являетесь его управляющим, но оно принадлежит ему. У вас нет никакого права набивать его всем, чем вам хочется его набивать, водить его туда, куда вам хочется его водить, и усаживать его, осмотреть разного рода вздорную, греховную, языческую, мирскую ерунду. Оно не принадлежит вам, оно принадлежит ему. Ему. Аллилуйя. Дух, душа и тело принадлежат ему. О, Боже мой. Аллилуйя Иисусу. Итак, его цель, чтобы мы получили все, что мы унаследовали. Мой земной отец, Эй Дабл Ю Копленд, ему 95 лет. Я его наследник. Аминь. Итак, во-первых, когда я получаю то, что он оставил в своем завещании, то, что он хочет, желает и мечтает, чтобы у меня было, когда я это получаю? Когда он умирает или когда я умираю? Поэтому, когда мы получаем наше наследство, когда мы умираем и идем на небо, или когда умер он, о, мы наследники, мы получили его, когда он умер. Аллилуйя. Оно наше сейчас, а не тогда, когда вы попадете на небо. Прямо здесь, в этом жалком, несчастном, истощенном, старом, бесхарактерном мире, в этом наполненном грехом жалком месте. Земля наполнена грехом, но я хочу сказать вам кое-что еще. Она сейчас полна славы. Прямо в том же самом пространстве, в той же самой атмосфере. Тьма над Египтом, но в земле Гесэм свет. Аллилуйя. Аминь. То, о чем Бог говорит в своем слове, недостаточно просто знать это, недостаточно просто узнать это, недостаточно просто говорить об этом. Здесь важно получать, принимать. Мы принимаем лишь малую часть того, что приобрел и за что заплатил для нас Иисус. Есть такие слова, как «санаследники». Есть такие слова, как «послание Галатам 3, 29». «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послушайте это. Это отличное местописание. Авраам был очень богат. «О да, аминь, брат Копланд, он был духовно богат». Вы перестаете читать. Вы слишком быстро останавливаетесь. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». «Да». «Что еще, Господь?» «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все». Итак, послушайте, вы меня слушаете. Я скажу вам, как говорил своим детям. «Настройте свои улавливатели». «Уловите». «Поймите это». «И благословятся в тебе все племена земные». Мы никогда не касались этого. Мы позволяли дьяволу лгать нам и заставлять нас думать, что мы можем позорить Бога. Если будем иметь что-то неподержанное, что-то, что было оплачено. Или если у нас к концу месяца еще останутся какие-то деньги. Если когда-либо что-либо и приносило позор, так это... «Вы называете Бога неверным». «О, нет, брат Копланд». Библия говорит, что кто не заботится о своих, тот неверный. «Вы думаете, Бог не знает, как позаботиться о своих?» «Вы думаете, это позор для Бога, когда у Его народа есть больше, чем достаточно?» «Ваша Библия есть книга пророка Иеремии?» «Откройте ее, откройте». Некоторые люди только сейчас узнали, что все эти вещи есть в их Библии. Я как-то раз проповедовал, и женщина, сидевшая на первом ряду, наклонилась к сидевшей рядом с ней женщине и сказала, «Я это услышал, что это у него за Библия?» «Такая же, что и у вас, сестра, вам нужно ее читать». Итак, Иеремия 33, 9. Я говорю о принятии, получении. Вы понимаете? Я не говорю о том, чтобы просто ходить в церковь там и говорить, «О, да, брат Хеги, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу!» А в понедельник утром вы переключаетесь на другой лад. «О, сегодня снова этот тяжелый понедельник, начало недели!» Удалите из своих уст эту языческую ерунду. «Ну, я просто старый грешник, спасенный благодатью!» Вы не можете быть и тем, и тем. Примите решение, кем именно вы будете. Если вы спасены благодатью, тогда вы не старый грешник. Вы сонаследник со Христом Иисусом. А Иисус не грешник. «О, брат Копман, мне бы не хотелось позорить Бога!» Вы уже его позорите! Вы, имеющий плотские помышления. Я не назвал вас глупцом, не так ли? Итак, Иеремия 33, 9. Подчеркните это. Если у вас есть маркер, выделите маркером. «О, брат Копланд, вы подчеркиваете в своей Библии?» Если ваша Библия настолько святая, настолько бесценная, что вы не можете в ней подчеркивать, положите ее в стеклянный ящик и целуйте ее каждое утро перед тем, как выйти из дома. Но пойдите и купите себе такую, в которой вы можете писать. Девятый стих. «И будет для меня...» Это Бог. Это говорит Бог. Он ждал нас две тысячи лет, чтобы сделать это. Посмотрите на это. «И будет для меня Иерусалим радостным именем...» Они будут называть меня радостью. Смотрите. Смотрите, что написано дальше. «Радостным именем...» «Похвалою и честью...» «Пред всеми народами земли...» «Которые услышат о всех благах, какие Я сделаю Ему...» «И изумятся и затрепещут от всех благодеяний...» «И всего благоденствия, которое Я доставлю Ему...» И мы поверили этой ужасной, глупой лжи дьявола, что Церковь не должна ничего иметь. Что Церковь должна быть безразлична к тому, что происходит в правительстве, что происходит в школах, что происходит в финансовой сфере, что происходит в бизнесе. И именно поэтому сегодня в обществе столько проблем, потому что мы поверили лжи и были безразличны. К Слову Божьему. Давайте просто поднимем руки и воздадим Господу хвалу и благодарение. «О, какому Богу мы служим! Что это за день! Мы прославляем Тебя, Отец! Мы поклоняемся Тебе, Господь!» И мы прославляем и поклоняемся Богу нашего спасения, чемпиону нашего спасения. Аллилуйя! Отец, мы молимся сегодня во имя Иисуса, приступая к Твоему Слову. Мы благодарим Тебя и мы прославляем Тебя, что это Слово Живого Бога. Так потрясающе иметь возможность прикасаться к Нему, держать Его в своих руках. Откровение с небес. Слова, которые приносят на землю небеса. И мы прославляем и благодарим Тебя за это. Но еще у нас есть это чувство принадлежности, потому что Ты послал Своё Слово и исцелил нас, и спас нас, и избавил нас, и наполнил нас, и составил для нас план Своего славного будущего. Вот Он здесь, в наших руках. Что за время? И мы прославляем и благодарим Тебя за это. И, Отец, я молюсь о том, чтобы каждого человека в этом здании сегодня коснулось силы Живого Бога. Я молюсь об этом во имя Иисуса, и благодаря этому имени я верю, что получаю это. Я в полной мере ожидаю результатов силой Духа Святого. Во имя Иисуса. Аминь. Прежде чем вы сядете, повернитесь и пожмите руку двум-трем людям, улыбнитесь так широко, как вы только можете. Скажите кому-то, что вы любите Господя. Аллилуйя. Слава, слава, слава Богу. Итак, послушайте, у меня нет времени в это углубляться. Возможно, по мере того, как Господь будет нас вести, мы сможем коснуться этой части этого. Это настолько важно. Оружием сатаны всегда было приносить укор и позор на людей Божьих, когда они касаются чего-либо. Что имеет в себе какую-либо силу. Он позорил людей, которые начинали принимать спасение верой. Он позорил людей, которые начали креститься в Духе Святом. Он позорил людей, которые говорили на иных языках. Он позорил людей, которые принимали исцеление чудеса Божьи. Мол, это эти верящие в исцеление люди. Он пытается пустить под откос наш поезд веры. Скажу вот что. Пора Божьему народу осознать. Послушайте. Нас больше не пустишь под откос. Слава Богу, мы проложим эти рельсы, и никто не пустит нас под откос. Это принадлежит Богу. В этом есть цель. И это цель Иисуса в том, чтобы мы получали и принимали для того, чтобы благословить все племена земные. Не для того, чтобы нам просто стало более комфортно и удобно, и у нас было пять телевизоров вместо трех. Не это цель Божьего преуспевания. Преуспевание означает превосходить в чем-то желаемым. Превосходить означает подниматься выше. Слово превосходить происходит от слова превосходство. Именно поэтому короля, занимающего высшее положение королевской власти, называют ваше превосходительство. Или ваше высочество. Оба слова означают одно и то же. Преуспевание не означает деньги. Слово преуспевание означает превосходить или подниматься выше во всем желаемом. Библейское определение преуспевания это данное Богом, крещенное Духом Святым право, привилегии и помазание, восполнять каждую нужду, касающуюся Духа, Души, Тела, социальной жизни, силы, денег и влияния, всего, большим, чем достаточно. Аллилуйя. Чтобы вы всегда и во всем уме и всякое довольство были богаты на всякое доброе дело. Боже мой. Итак, Его целью было, чтобы мы, во-первых, получили все, что Он приобрел для нас и противостояли всему, что Он взял на Себя за нас. Посмотрите восьмую главу послания к римлянам. Давайте прочитаем это. Я лучше прочитаю это и назову это своей первой попыткой уже заканчивать. Хорошо? Апостол Павел сказал, «Наконец, братья!» И написал после этого еще две или три главы. Поэтому я могу это сделать. Шестнадцатый стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи. Сонаследники же Христу». Это перевод еврейского слова «мессия», который означает «помазанный» и его помазание. Вы не можете говорить о ком-то, как о помазанном, не говоря о том помазане, которым этот помазанный помазан. Итак, апостол Петр сказал, что Иисус проповедовал по всей Иудее, куда бы он ни шел. Когда Петр проповедовал в доме Корниля, он сказал, «Иисус проповедовал по всей Иудее то слово, которое я говорю и которое вы знаете, как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета». Это было тем посланием, которое Иисус проповедовал, куда бы он ни шел. Мне было интересно. Я думал, «Слово Божие говорит, что Филипп пришел в Самарию и проповедовал Христа. И у него там было много чудес». Интересно. А о чем он тогда проповедовал? Он проповедовал Христа. Ну, я знаю, что он проповедовал Христа. Но я хочу знать, что о Христе он проповедовал. Нет, он не проповедовал о Христе. Понимаете? Христос — это не фамилия Иисуса. Это не его титул, поймите это. Это указывает на его помазание. Это то, что он проповедовал. Он сказал, «Дух Господень на мне». Он помазал меня проповедовать. Разве вы не скажете, что это духовное? Он сказал, «Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Аминь. «Послал меня проповедовать пленного освобождения, проповедовать слепым прозрением». И вы знаете, что это все духовное, не так ли? Это духовные проблемы. Болезнь — это духовная проблема. Мы это узнали. Когда вы связаны наркотиками, алкоголем или находитесь в любом другом виде рабства, это духовная проблема, не так ли? Что ж, он помазан освободить вас от этого. Зачем ему помещать в этот список что-то, что не является духовной проблемой? Он начал с того, что сказал, «Я помазан проповедовать Евангелие нищим». Нищета — это духовное проклятие. Долги — это духовное проклятие. Недостаток — это духовное проклятие. Я скажу вам кое-что еще. Даже если это и будет стоить мне пяти минут. Послушайте это. Вы меня слушаете? Лучше послушайте. Экономика любой страны на земле. Где бы вы ни жили, в Соединенных Штатах, Великобритании, неважно, в каком-нибудь обезьянной вилле, не имеет никакого значения, где вы живете. Экономика стран на земле не контролируется политиками. Духовные вещи. В действительности они ничего не контролируют. Они считают все это своей заслугой. Итак, посмотрите на это. Это уже вторая попытка. Уже заканчивается. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, или помазанному и Его помазанию. Христос вчера и во веки тот же. Это означает, что и помазание Иисуса тоже. Оно здесь, и в книге Исаии оно описано, как снимающие бремена, уничтожающие рмо, сила Духа Святого. Аллилуйя. И оно по-прежнему здесь. Мы имеем ум Христов. Христос в нас. Надежда славы. Помазанный. Когда Он вошел в вас, потерял ли Он свое помазание? Позвольте спросить у вас кое-что еще. Он по-прежнему там. Он никогда не оставит и не покинет вас, даже до скончания века. Разве не так говорит Библия? Что ж, если Он там, тогда и помазание там. Помазание для чего? Помазание исполнить все, что мы унаследовали от Него. И посмотрите на эту часть. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Да, брат Копланд. О да, я верю, что Бог дал мне этот грипп, чтобы меня чему-то научить. У Него нет гриппа. И даже если бы Он у Него и был, как Он вам его дал? Дунув на вас? Нет, Он дунул на них, и они приняли Духа Святого. Как Он передаст его вам? Через возложение рук? Нет. Он возложил на них руки, и это исцелило их. Христиане пытаются прославлять Бога немощами и болезнями. Я понимаю, что у нас годами бытовало представление, что Бог сделал нас больными. Но, эй, хотите, я вам кое-что скажу. С этим представлением покончено. Оно было заменено истиной. Не Бог делал нас больными. Это была наша неспособность принимать. Из-за недостатка откровения или недостатка чего-то еще. Но дьявол посеял это в нас, и мы приняли это. Прославлять Бога в том, как я страдаю. Но, брат Кокунт, вы говорите мне, что мы не должны страдать. Я этого не сказал. И не идите, и не говорите этого. Люди постоянно говорят, что вы имеете в виду, говоря этим людям, что они не должны страдать. Что ж, если они ни от чего другого не страдали, им придется страдать, находясь рядом с вами. Одно, что нам придется сносить, это неприветливых. Послушайте внимательно. Наше страдание намного выше того, чтобы быть больными плотью или жить в нищете, или чего-то подобного. Чтобы быть во грехе. Это не является нашим страданием. Наше страдание происходит на более высоком уровне. Наше страдание состоит в том, чтобы противостоять всему, что Иисус взял на себя за нас, и принимать все, что Он приобрел для нас. Все это... Ну, брат Кокунт, знаете, мне не особо интересно это послание преуспевания. В конце концов, знаете, мне много не нужно. Мне и моей маленькой семье несколько сотен долларов в месяц. Это все, что нам нужно. Вы эгоистичный, эгоцентричный, негативный, никогда не читающий Библию, имеющий плотские помышления, верующий. Я не так уж не прав, называя вас таковым. Задумайтесь об этом. Возможно, вы не делаете это намеренно, но вы становитесь смелыми и растягиваете свою веру всего на тысячу долларов в месяц, которая вам нужна. Вы имеете в себе веру, способны верить о миллионе долларов, а довольствуетесь тысячи долларов в месяц и кучей хлама. Если все, что у вас сегодня есть, это секонд-хенд, благодарение Богу за это. Но поднимите свои цели и расширьте их. Слава Богу, мы движемся вперед, мои братья и сестры. Бог постоянно создавал все это, Он сказал все им и для Него создано. Он строил новые самолеты, новые корабли, новые машины, новые дома, и Он сказал в Своем слове, вы будете жить в новых домах, которые вы даже не строили. Но мы довольствовались секонд-хендом, понимаете? «О, благословен Господь, да!» «Преодолейте это!» Это любимая реплика Глории. «О, Глория, я так устал! Я просто не знаю, хочу я идти проповедовать или нет!» Она отвечает, «Что ж, преодолей это!» Она говорит, «Чтобы быть в вере, требуется столько же времени, сколько его требуется, чтобы быть в неверии. Это женщина, которую ты дал мне». Благодарение Богу за нее, да. Если бы не она и не моя мама, я бы пошел в ад. Но послушайте, что я вам говорю. Вы начинаете видеть, о чем я здесь говорю? Какую часть вашего наследия вы возьмете, а какую часть вы отпустите? Ну, я бы хотел получить крещение Духом Святым, но эти языки... Неужели? Вам не нравятся иные языки? Нет. Ну, знаете, я верю в то, чтобы проповедовать Евангелие, но не в этот несущественный вопрос исцеления. О, исцеление — это несущественный вопрос? Я очень настойчиво советую вам не говорить этого Богу, потому что Он понес эти раны в тот же самый день, в который Он висел на том кресте и заплатил за искупление вашего греха. Я скажу вам кое-что еще. В тот же самый день Он разрушил власть Духа нищеты над вами и сказал, «Я восполню ваши нужды по своему богатству в славе Христом Иисусом» в тот же самый день на том же кресте. Как вы смеете выбирать, что вы будете принимать, а чему вы будете противиться? Ну, знаете, я противлюсь этому, я противлюсь тому, или ждете, пока не придет беда. «О, я противостою этому раку». Хорошо. Вы сегодня молились? Ну, я молился вчера. А почему вы не молитесь сегодня? А что, уже дошло до этого? Оно всегда там было. Молитва должна быть у вас на устах 24 часа в сутки. Когда вас будет посреди ночи, вы должны говорить, «Слава Богу!» Что вы хотели? Говорю вам, бывает время, когда Глория настолько находится в Духе Святом, настолько находится в Духе, что когда звонит телефон, она поднимает трубку и говорит, «Алли... Алло! Аминь! Брат Коплан, что они обо мне подумают?» А мне все равно, что и когда они обо мне подумают. Я устал от этого. Что они пытаются позорить меня за то, что я принимаю от Бога. Я должен преуспевать. Я должен быть здоровым. Я должен иметь больше, чем достаточно. Кровь Агонца, которая была пролита за меня, я должен быть головой, а не хвостом. Я должен быть сильным в Господе. Я должен жить 120 или 130 лет, сколько бы ни потребовалось. Я должен... Я благословленный! Вы понимаете? Наши страдания в том, чтобы противостоять всему, что Он взял на Себя за все это. Он взял на Себя наши грехи. Мы противостоим всему греху, всему Ему, Его проявлению, всему вокруг, что даже пахнет как грех. И вы всем об этом говорите. Это хороший пример. Это святой человек. Скажу вам, в Его присутствии не может устоять никакой грех. Я рад, что я не политик, живущий в Сан-Антонио. Вам лучше поступать правильно, потому что у Бога Всемогущего здесь есть рупор, и Он называет грех грехом. И Он называет его тьмой. И Он говорит, что возмездие за грех – смерть. Аллилуйя! Иисус взял на Себя наш грех, и мы постоянно противостоим всему греху. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И мы противостоим им, всем им, постоянно, всему от головной боли до спида. Крови Иисуса больше, чем достаточно. Иисус взял на Себя нашу нищету и наш недостаток. И наша часть – это стать теми, кто отдает десятину и дает пожертвования, и быть решительно настроенными, что мы получим и примем полноту того, за что он заплатил. Аллилуйя! Слава! Говорю вам, когда они собирают пожертвования для миссионера, я не хочу сидеть и спрашивать, «О, Господь, есть ли что-то, что ты хотел бы, чтобы я сделал?» В большинстве случаев, я никогда не слышал, чтобы он это говорил, но он мог бы сказать, «Нет, забудь об этом, на этот раз ты мне не нужен». И Нарцисс тоже. Если вас зовут Нарцисс, то я говорю не о вас. Я говорю о Нарциссе Саронском, вот-то вы. Нет, когда они говорят, «Давайте поможем этому миссионеру, давайте как-то поможем этим сиротам, давайте как-то поможем каждому проповеднику, но скажу вам одно, не у каждого будет реактивный самолет». Не каждому нужен реактивный самолет. Но каждый должен быть частью одного. Послушайте, вы думали об этом? Вам приходило такое в голову? Наверное, нет. Возможно, некоторым из вас. Каждый раз. И я не нахваливаю его, но в то же время горжусь им, потому что он заслуживает лучшего. Но я говорю об Иисусе в нем. Каждый раз, когда Джон Хегги встает и проповедует проповедь, которая одновременно видит от 500 тысяч до миллиона человек, он садится на самолет, чтобы лететь куда-то и нести Евангелие. Когда он летит туда и проповедует там, это слышит не просто 5, 6, 7, 8, 10 тысяч человек в том зале. Это услышит миллионы. И затем в записи на кассете это услышат другие 2 или 3 миллиона человек. И каждый, получая эту кассету, посылает ее копии еще кому-то. Вы когда-нибудь останавливались и задумывались о том, что каждый раз, когда этот человек проповедует, миллионы людей разворачиваются на 180 градусов. Их жизнь изменяется. Они начинают проповедовать, становятся пасторами церквей. Выходят оттуда в силе Духа Святого. И вы заставите его путешествовать в каком-то баре на колесах. И это все в соответствии с его чувствительностью к Духу Святому. Господь просто встряхнул меня вот так несколько недель назад и сказал, «Я хочу, чтобы ты…» Он сказал, «Я устал от этого синдрома старых самолетов. Я хочу, чтобы ты купил новый самолет. Я хочу, чтобы ты сделал это сейчас». Я немного запнулся и сказал, «Хорошо». Я не знал, что строились новые самолеты. Старый самолет стоил более миллиона долларов. Я думал, что это было достаточно неплохо. И Бог сказал, «Я хочу, чтобы это было разрушено». Я спросил, «Почему самолеты, Господь, почему это?» Он ответил, «Самолеты настолько недосягаемы, что даже в сфере бизнеса. Есть люди, которые не думают, что у них может быть самолет. Я укрою в них моих проповедников, и этот мир будет смотреть на них и говорить, «Посмотрите на этих богатых проповедников». Да, это уже происходит, аллилуйя. Понимаете, возможно, вам не нужен реактивный самолет, но у вас достаточно веры, чтобы его купить. И на вас будет возложена ответственность за это. Поэтому вам нужно верить Богу и помочь этому пастору быть там, где нужно. Когда я первый раз летел на этом новом самолете, на котором я сюда прилетел, большое спасибо. Когда я первый раз летел на этом новом самолете, Дух Святой сошел на меня. Я никогда... Я летаю на самолетах вот уже 40 лет. Я начал летать в августе 1959 года, и с тех пор я летал каждый год. Я оставался действующим пилотом. Я летаю на них 40 лет. И многие годы я пилотировал их для язычников. Впервые я стал пилотом для Царства Божьего в 1967 году. 32 года назад Орл Робертс нанял меня. Я вернулся домой. Тогда я впервые оказался в атмосфере, где крещенный Духом Святым, говорящие на иных языках, люди летели завоевывать души и исцелять людей. Самолет был просто наполнен этой атмосферой. Я подумал, Боже мой, где это было раньше? В чьих руках это было? Эти самолеты были там, в руках бесов. Вот где они были. Но послушайте, что я вам сейчас говорю. Я пришел в этом самолете в такой восторг. Дух Святой сошел на меня. Я сел на заднее сиденье, потому что мне предстояло проповедовать. И самолет пилотировал мой зять. Я сел на заднее сиденье, чтобы приготовиться к проповеди, и сидел там. Было тихо. Приятно пахло новой кожей. И впереди самолета у меня есть надпись «Имей радость в Господе, и Он возведет тебя на высоты земли». В самолете Джесси Дю Плэнтиса написано «Бог любит Джесси». Да. Я сидел там, и Дух Святой просто накрыл меня с головой. Я, наконец, отложил свои книги и просто прославлял и поклонялся Богу. Я услышал, как Дух Божий сказал «В этом самолете никто никогда не грешил. В этом самолете никто никогда не сквернословил. В этом самолете никто никогда не боялся, никто никогда даже не беспокоился». Я подумал «О-о-о! Аллилуйя!» И позже я рассказывал об этом одним нашим друзьям после собрания. я просто говорил об этом. И я рассказал им то, что только что рассказывал вам. И когда я сказал, что никто никогда не делал всего этого в этом самолете, я услышал голос Господа. Он сказал «Каннет!» И он был в восторге от этого. Когда мы прилетели на место, я вышел из самолета, спустился по трапу, затем я обернулся, посмотрел, и внутри меня поднялся этот смех. Я начал смеяться. И я знал, что это был Бог. Я чувствовал возбуждение внутри себя. Мне не хотелось уезжать из аэропорта. Мне хотелось стоять там и вспоминать об этом. Внутри меня была просто такая радость. Я рассказал им об этом. И когда я сказал это, я услышал голос Господа Каннет. Это единственный новый самолет, который у меня есть. Он был рад этому. Меня это задело. Кроме себя, я никого больше не мог вспомнить, у кого бы был новый самолет. как бы я ни старался. Но знаете, следует экономить Божьи деньги. Когда вы наконец это поймете? На что вы копите все эти деньги? Бог не нуждается в том, чтобы кто-то что-то для него копил. У него дела идут очень хорошо. Он приготовил перед нами трапезу в присутствии наших врагов. И никто не приходит на ужин. Бог все это время строил эти самолеты и все остальное. Но никто из его людей не приходил и не брал это. Они боятся позора и упрека. Это позорит Бога. Если что-то и позорит Бога, так это когда вы встаете и говорите, мой Бог восполняет мои нужды по своему богатству славе, а сами уже на три месяца просрочили оплаты всех своих счетов. В долгах вот посюда. И должны умолять банкира разрешить вам что-то пожертвовать. Что ж, я все сказал, что я собирался сказать об этом сегодня утром. Но сегодня вечером я продолжу. Аминь. Эти дни закончились. Я имею в виду, что это в прошлом. Примите все, за что Он заплатил. Это наше. Мы не принимаем это высокомерие и не становимся надменами. Ну, знаете, у меня много денег. Библия говорит, что вот это как раз вас и погубит. Не то, что вы владеете деньгами, а то, что вы позволяете деньгам владеть вами. Разве вы не знали, что Слово Божие говорит, что преуспевание губит глупого? Не говорится, что оно погубит любого, а что оно губит глупого. Вы глупы? Обратитесь к Библии и выясните, не являетесь ли вы им. Библия дает как минимум 13 характеристик глупого. Не будьте им, преодолейте это. Преодолейте это. Аминь. Отец, мы прославляем Тебя. И прямо сейчас мы принимаем решение в отношении нравственности, нашей жизни, нашей честности перед Царством Божьим, перед благодатью Божьей и престолом Божьим. Я каю за то, что пытался защищать себя вместо того, чтобы ходить в Твоей жизни, под Твоей тенью, в Твоем помазании и полагаться на то, что оно будет защищать меня во все времена. Одним время от времени. Я прославляю и благодарю Тебя за то, что Ты никогда не ставишь ни на ком из нас крест. И мы берем сегодня это Слово и мы применяем его для нашего Духа, нашей Души и нашего Тела. И мы принимаем определенные решения перед Тобой как мужи и жены Евангелия. Что касается того, чтобы свидетельствовать на Своем рабочем месте и завоевывать души, слава Богу, мы ставим это в начале списка, а не где-то в конце. Что касается нашей работы, что касается нашей жизни, что касается нашей Церкви, Твоя работа стоит на первом месте. Аминь. Мы прославляем и благодарим Тебя за это. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Давайте откроем сегодня наши Библии на пятой главе четвертой книги царств. Я услышал это настолько же ясно, как я когда-либо кого-либо слышал. Я имею в виду в этой естественной сфере. Я услышал это не своими физическими ушами, но я услышал это в своем духе. Это было настолько сильно и настолько громко, что если бы я услышал это своими физическими ушами, и это был просто физически слышимый звук, то это было бы намного тише того, что я услышал. Я имею в виду, что я услышал это всем своим естеством. От ногтей до бровей. Дух Божий сказал это мне, и я просто повторю это вам. Если Иисус не является вашим истинным источником обеспечения, вы никогда не будете серьезно относиться к тому, чтобы завоевывать души, особенно на рабочем месте. Если вы не относитесь серьезно к тому, чтобы завоевывать души, тогда Иисус не может повести вас дальше в помазании, в проявлении Духа Святого на каком-либо уровне. И я сказал, Господь, расскажи мне об этом. О чем ты говоришь? И вот что Он сказал. Ты будешь стараться угождать тому, кого ты видишь своим источником обеспечения. Если Иисус не является вашим истинным источником обеспечения, я не говорю о том, о чем вы можете заявлять по воскресеньям или в библейской школе. О да, аминь, брат, Бог наш источник. Но затем Бог просит вас засвидетельствовать кому-то на работе, и вы говорите, о Господь, я не могу этого сделать, понимаешь, начальник злится на меня, когда я это делаю. Что ж, знаете, кто является начальником? Вы понимаете? Истинный источник вашего обеспечения. Помните, о чем проповедовалось вам на этой неделе? Брат Крефло Доллар говорил об этом. На этих собраниях об этом говорилось несколько раз. Вы не можете служить двум богам. Вы для одного стараетесь, а другого ненавидите. Вы не можете этого делать. Служить двум богам. если Иисус, слово Божье и духовные вещи не повлияли на ваш дух, не обновили ваш разум и не заняли первое место в вашей жизни, тогда кто-то другой является вашим истинным источником обеспечения. и именно ему вы будете стараться угождать. И сейчас очень уместно сказать «Аминь». Или, как говорит брат Хейген, скажите «О, да?» или «О, о?» Аминь. Но это правда. Если Иисус является вашим истинным источником обеспечения, если даяние является вашими средствами к существованию, и вы живете верой, вы не просто живете каждый день надеясь, что ничего плохого не случится. А если и случится, то я очень надеюсь, что это не будет что-то такое, о чем я не смогу позаботиться. Если вы пытались заботиться обо всем, что происходило в вашей жизни, в любом случае, почему вы пытаетесь быть сами себе Богом? Я скажу вам, ни вы, ни я не отвечаем необходимым для этого требованиям. Нет, 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 нет. Аминь. Но Иисус им отвечает. Если Его Слово стало вашей жизнью, и Его путь стал вашим путем, если вы не получите что-то от Слова Божьего, то у вас этого и не будет. Когда у вас развивается такой подход, и вы скажете, ну я просто не понимаю, боже мой, брат Копланд, я просто не вижу, как у меня так вообще что-либо будет. Что ж, тогда вам лучше оставаться в Слове Божьем до тех пор, пока вы это не увидите. Послушайте меня, проповедники, я кое-что вам сейчас скажу. Ваш график поездок и выступлений не является вашим Богом. Нет. Вам нужно прийти к тому, когда вы честно стоите перед Богом, готовые ехать куда угодно, когда угодно, и делать, и говорить все, что Он говорит вам делать, и говорить, не беспокоясь о своих финансах. Вы наемник? Или вы тот, кто помазан? Кто вы? Вы должны ответить на этот вопрос. Вы должны разобраться с этим. Я скажу вам, если вы попытаетесь разобраться с этим несерьезным образом, я вам гарантирую, дьявол будет давать вам плюхи, да так, чтобы вы запомнили это на всю оставшуюся жизнь. Так что вам придется быть посвященными этому. Когда мы с Глорией услышали призыв Бога, и мы были в университете Урла Робертса, и мы сделали шаг, чтобы уйти в это полное служение, Дух Божий поработал с нами в отношении некоторых вещей и потребовал, чтобы мы раз и навсегда приняли в отношении их решения. Есть некоторые вещи, в отношении которых вам нужно принять решение. И когда вы начинаете принимать решения в отношении чего-то, вы потом снова больше уже не молитесь об этом. Я говорю о чем-то, что решено раз и навсегда. Когда вы это делаете, вам придется это делать на основании Слова Божьего. Вам придется это делать, посвящая полностью этому свою жизнь. И говорю вам прямо сейчас, вам придется это делать, принимая хлебопреломление. Именно там вы ставите на якорь свою душу, свои эмоции, свой разум и нетвердую, колеблющуюся часть вас. И мы сели за тот маленький стол, который Глория сделала и покрасила в том маленьком доме, в котором мы жили, в Талсе. Мы с ней взялись за руки и посвятили себя Богу. Мы приняли для себя решение, что мы никогда не будем просить какого-либо человека дать нам возможность проповедовать. И номер два, мы никогда ни у кого не будем просить деньги. Собирать пожертвования по Писанию, да. Я не хотел и этого делать. И Бог поработал со мной в этом вопросе. Он сказал, что это неправильно. Я сказал, мы с Глорией можем просто согласиться в молитве, и это все. На что он ответил, но это служение не принадлежит тебе. У тебя должны быть партнеры. И будут люди, которым нужно будет войти в это служение. И оно принадлежит им так же, как и тебе. Если ты исключишь их из него, тебе придется отрезать их от того благословения, которое приходит. Конечно, с течением времени я понял, о чем он говорил. Но мы приняли решение, что мы никогда не будем звонить кому-то и говорить, знаете, нам не хватило нашего бюджета там-то и там-то. Не могли бы вы нам помочь? Такого рода вещи. Нет, я не буду писать об этом письма. Я не буду вам звонить. Я не работаю на вас. Я дар для вас. Я не работаю на вас. Я работаю на Иисуса Христа из Назарета. Он мой Господь. Он мой Господин. И я рассчитываю, что Он позаботится обо мне. Я сказал ему в тот день, я планирую, что ты позаботишься обо мне, а иначе я расскажу об этом. Именно поэтому я и говорю вам сегодня. Аминь. Прошло более 32,5 лет, все это время обо мне хорошо заботились. Понимаете? И третьим нашим решением было, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах не будем нигде проповедовать на основании финансовой договоренности. Никогда. И благодарение Богу такого никогда не было. Мы приняли хлебопреломление, и вскоре после этого, буквально через несколько дней, мы узнали Слово Божье, что нужно оставаться свободными от долгов. И тогда мы добавили номер 4. А иногда вам, возможно, придется это делать раз, два или три. Вы должны утвердить это. Это утверждено. Это утверждено. Это должно быть утверждено. Были и другие вещи, которые мы научились с годами утверждать. Мы утвердили тот факт, что наши дети не пойдут в ад. Ни за что. Вы спросите, как вы это сделали? Мы с Глорией просто сели и посвятили целый день тому, чтобы найти все места Писания с обетованиями в отношении семьи, детей и всего, что имеет к ним какое-либо отношение. И мы ухватили за это в тот день. Мы ухватили за обетование Божье. Мы вместе приняли хлебопреломление, и мы сказали тогда дьяволу, что он не заберет наших детей в ад во имя Иисуса. И я сказал Богу, во имя Иисуса мои дети не пойдут в ад. Я даю их в твои руки, Господь, и я больше не буду об этом молиться. И были времена, когда у нас возникало такое искушение, но мы просто напоминали Богу. Нет, нет, это уже утверждено, аллилуйя. Это уже утверждено. Это удаляет из этого всякий раздор, всякий стресс. Мы уже передали заботу об этом Богу. Он стал нашим источником в этой сфере. И благодарение Богу все наши дети, все наши внуки находятся вместе с нами в служении. Хвала Господу. И теперь с течением времени, и чем больше вы развиваете Слове Божьим, тем больше вы должны стоять и применять это, и обновлять свой разум, переучивать свою плоть. Весь мир научен думать по-другому. И люди падают тогда, когда начинают идти на компромисс. В этих сферах и сводят свой взгляд со Слова Божьего. Сводят свой взгляд с Иисуса. Сводят свой взгляд с крови Иисуса и начинают смотреть на людей и приводить всякие доводы. Ну, брат Копланд, что, если бы я вышел туда и упал? Наверное, это будет не в первый раз. Аминь. Хорошо. Что, если бы вы упали замертво прямо там, где стояли? Вы боитесь этого? Нет. Если Иисус является источником вашей жизни, истинным источником вашей жизни. И Он сказал, когда вы выходите на такой уровень, где вы отпускаете свою собственную жизнь, вы перестаете быть сами себе Богом. Именно тогда вы сберегаете, вы находите свою истинную жизнь. Когда вы перестаете пытаться защищать себя, именно тогда вы находите истинную настоящую защиту. Аминь. Вы меня сейчас слушаете? Скажу вам, вы входите в такое, что теряетесь в догадках, как вообще вы здесь оказались. Слава Богу за это. Понимаете? И вы служите и прислушиваетесь к Богу, вы послушны Ему, и вы движетесь шаг за шагом, чтобы прислушиваться к Нему, и быть послушными. И вы оказываетесь приведенными в некоторые места, которые кажутся просто бедой. О, что я здесь делаю? И кажется, что никогда не будет никакого просвета. Но спустя какое-то время, неизвестно откуда, и как та безнадежная ситуация, когда, казалось, вы были абсолютно удалены, отделены, от чего бы там ни было, вдруг оборачиваются великой победой. Я имею в виду, что это просто славно. очень внимательно прислушиваться к Господу. Он скажет вам, что то, где вы там оказались, и что казалось злополучным, было соединено с этой победой. Потому что все это, что касается Его, оно все соединено. Это все одно целое. И оно все предназначено для вашей победы. Оно все предназначено для того, чтобы вы преуспевали на уровне духа, души и тела. И финансово. Вы должны преуспевать. Вы должны быть сильными. Он должен быть в состоянии положиться на вас, где бы вы ни были ему нужны, когда бы вы ни были ему нужны, что бы ему не нужно было, что бы вы сделали. Аминь. И те места, где вы противостоите этому компромиссу, могут быть либо подводными камнями, помните, что Иисус сказал делать, когда люди отделяют вас от своего общества, считают вас за зло, записывают вас в злых и нечестивых. Помните, что Он сказал делать? Радоваться. Это нелегко. Радоваться, потому что они плохо о вас говорят? Радоваться? Мне не нравится радоваться. Знаете, во всей Америке есть церкви, в которые я даже войти не могу. Если я зайду в некоторые церкви, они просто сразу опустеют. Аминь. Я вам гарантирую, есть пасторы, которые постараются сделать так, чтобы меня арестовали, если я приду в их церковь, потому что я могу заразить их этим посланием преуспевания. Понимаете? Аминь. А вас пишут нехорошие книги, не читайте их. Это первое. Не слушайте все это. Слушайте Бога. Аминь. А также не обращайте слишком много внимания, и когда вас расхваливают. Слушайте Бога. Слушайте Бога. Аминь. Продолжайте ходить в вещах Божьих. И что касается каждого подводного камня, то Иисус сказал радуйтесь, потому что велика ваша награда на небесах. Это добавляется на ваш небесный счет. Аминь. Это мощное мощное семя. И мы поговорим об этом сейчас по мере того, как будем двигаться дальше. Идти на компромисс. Был один человек. Господь буквально за день или два сказал мне об этом человеке, когда я проповедовал в одной церкви. И та церковь была больше всех тех церквей, в которых до этого я проповедовал. И Господь сказал, этот человек пригласит тебя приехать проповедовать в ту церковь. И я хочу, чтобы ты это сделал. Я ответил, хорошо, аминь. Я проповедовал в другой церкви. Пришел тот человек, и пастор познакомил меня с ним. Да, аминь. И проповедовать в мою церковь. Я хочу, чтобы вы приехали. Я хочу, чтобы вы приехали проповедовать в мою церковь. И все это время я пытался сказать, хорошо, я хочу, чтобы вы приехали, мне нужно, чтобы вы приехали. Я скажу вам, что я сделаю, я соберу вам самые большие пожертвования, которые вы когда-либо получали. Я ответил, я не могу к вам приехать. Господь, он поставил меня в такое положение, когда я не могу принять его приглашение. И Господь ответил, я понимаю, оставь это, не делай этого. Я спросил, что ты хочешь, чтобы я сделал? Он ответил, оставь это мне. Я так и сделал. Я просто оставил это Господу и забыл об этом. Позвольте мне добавить сюда еще один элемент. Если Иисус не является вашим истинным источником обеспечения, особенно на рабочем месте, тот, кто является вашим источником обеспечения, придет к вам и попросит вас пойти на компромисс с вашей верой и сделать что-то, что, как вы прекрасно знаете, вы не должны делать. Что вы будете делать? Если Иисус не является вашим истинным источником обеспечения, вы пойдете на компромисс ради того, кто контролирует ваш источник обеспечения. Это плохое семя. Вы можете покаяться. И это будет хорошо, но вы по-прежнему привязаны к той же самой ситуации. Вы следите сейчас за ходом моей мысли? Кто-то придет и попросит вас это сделать. Подделать отчет или попросит вас, например, вы автомеханик, и кто-то из клиентов хочет, что вы проверили зажигание и поменяли свечи. Ваш начальник приходит и спрашивает, ты проверил свечи из этой машины? Нет, я их не проверял. Клиент попросил поставить новые свечи. Я просто поставил туда новые свечи. Что ж, иди проверьте старые свечи и посмотри, можно ли их почистить, и они будут не хуже новых. И поставь ему назад старые свечи, а мы возьмем с него деньги, как за новые. И вы знаете, что вы не должны этого делать. Да, но брат Коплант, если я буду с ним спорить, это самый злой начальник, которого когда-либо встречал. Если я буду с ним спорить, я потеряю свою работу. Так на кого вы работаете? На кого вы работаете? Было время, когда христиане были настолько принципиальны в этом плане, что зачастую они теряли свою работу, и им было все равно. Они восклицали и прославляли Бога за это, за то, что они были уволены за Иисуса. Но это было до того. Это было до того, как появились кредитные карточки Visa или MasterCard. Ну, брат Коплант, сегодня все немного сложнее. Нет, не сложнее. Дьявол по-прежнему является дьяволом, а Бог по-прежнему является Богом. Кровь Иисуса по-прежнему является кровью Иисуса, и ложь по-прежнему является ложью. Вы можете просто сказать, «Боже, знаете, я делаю все возможное, чтобы быть сильным христианином, и я не могу так поступить. Я не вставлю назад эти старые свечи. Если вы это сделаете, я расскажу об этом клиенту. Если вы хотите, чтобы я уволился, что ж хорошо? Иисус дал мне эту работу. Если вы хотите, чтобы я уволился, ладно, но я скажу Богу, что вы попросили меня уволиться, поскольку именно Бог дал мне эту работу. И я скажу вам прямо сейчас, то благословение и преуспевание, которым вы наслаждались, вы наслаждались ими благодаря пребывающему на мне помазанию. Но теперь, если вы хотите, чтобы я уволился, что ж, ладно. Я верил Богу о работе, когда нашел эту работу. Делайте то, что считаете нужным. Но я не буду этого делать. Я не буду для вас поступать, как глупец. И просто начните цитировать места описания. Цитировать места описания. Аминь. Вместо того, чтобы бояться сказать прямо и теряться в догадках. Что же произойдет? И эта ситуация будет применима. Это будет применимо к бизнесу. Это будет применимо к служению. Скажу вам, я должен быть честен с вами перед Богом. Я пришел в служение, проповедуя веру. Я никогда ничего другого не знал. Я не был обучен религии ни до того, как принял спасение, ни после. Ти Лозборн сказал мне как-то раз. Он спросил, Копланд, ты был рожден свободным, не так ли? Я ответил, да. Я имею в виду, что первыми людьми, от которых я что-либо услышал, были Орел Робертс и Кеннет Хейгин. Я ничего из этого раньше не знал. Я на самом деле не знаю, как во имя теологии проповедники учатся лгать, жульничать, воровать и обирать стадо Господня. Частью этой проблемы было то, что они были научены тому, что у них никогда ничего не должно быть. Но в то же самое время вам нужно как-то это получить, иначе вы не сможете выполнить свою работу. Это лишь часть причины, и все это ложь. Я не имею ни малейшего представления, зачем кто-то тогда изучает теологию. И с другой стороны, теология, богословие, должна быть систематическим изучением Бога. Именно это и означает слово теология. Я не теолог. Я не изучаю Бога. Я обучаем Богом. Если я что-то изучаю, я изучаю с Ним. Аминь. Я не пытаюсь узнать о Нем. И чем больше я учусь от Него, тем больше я знаю о Нем. Аллилуйя. Большинство людей, которые тратят время, пытаясь вычислить и понять Его, ничего о Нем не знают. И именно это и происходит. Но я не могу понять того, у кого есть Библия, и кто почему-то считает, что должен лгать. Тем более проповедники. И для меня это удивительно. Аминь. Я в действительности не сказал вам ничего такого, чего бы вы не знали, не так ли? А если это так, то пробудитесь. Пробудитесь. Аминь. И проповедники, я не знаю, может, некоторым из вас стоит пойти и подождать сейчас в машине, если хотите, потому что я не дам вам покоя. Хвала Господу. Я имею в виду, что так оно и происходит. Бог не дает покоя мне, а я не даю покоя вам. В этом вся суть. Слава Богу. Аминь. Не выставляйте Бога в таком свете. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэммина, Орли Робертси, или на любом другом великом пророке апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых ты призываешь, и которым ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях. Я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы. Жертвую тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом. И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на экране. Посетите наш сайт в интернете. До встречи, а пока помните, что Иисус – Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова